Из-за ситуации с коронавирусом Всероссийский день физкультурника, который обычно объединяет тысяч людей, в этом году массовым не стал. Однако у нас в Хибинах мы его все же отметили. В праздник в Кировске торжественно чествовали спортивный актив города. От души поздравляю вас с праздником. К сожалению, сегодняшняя обстановка не дает торжественности и массовости, но это ни на грамм не умаляет ваши заслуги, ни на грамм не умаляет нашу благодарность вам за работу с нашими детьми, за то, что в различнейших уровнях соревнований звучит чемпион, призер город Кировск. И это становится уже хорошей, доброй традицией. Почетными грамотами и благодарностями главы города, Кировской администрации, а также Мурманской областной думы отмечены тренеры, общественники, руководители спортивных организаций и движений. Кировск по праву считается центром спортивной жизни нашего региона. Достижения в профессиональном и в любительском спорте – лучшее тому подтверждение. За последние несколько лет у нас увеличилось количество спортивных федераций от 7 до 10. На 20% увеличился штат тренерско-преподавательского состава. Количество спортивных и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан увеличилось со 100%. Сегодня хочу пожелать всем здоровья, бодрости, духа, оптимизма. Друзья, занимайтесь спортом. Это здорово. Здорово и то, что даже в столь непростой период тренерский состав наших спортивных учреждений находит и использует все возможности, чтобы воспитанники двигались вперед и показывали результаты. Секрет простой. Желание детей и большая заинтересованность родителей, которые очень помогают, а также руководство. Мы очень давно не испытывали такой поддержки, как при нынешнем руководстве нашей школы Натальи Владимировны Румянцевой и руководство города. Они очень нас поддерживают, помогают. Все наши просьбы не остаются без ответа. И вот поэтому результат. Подарком для всех, кто не прочь поддержать свою спортивную форму с помощью тренажеров, стала тренировка от мастера спорта России по пауэрлифтингу Александра Пережогина. Все происходящее транслировалось в интернете в онлайн формате. Учитывая мою специфику, это именно пауэрлифтинг, да, поэтому и разбираем три основных движения. Рисед, жимтяга. Как бы там есть тренажеры, соответствующие данному движению, которые имитируют его. И можно все это опробовать. После обязательной разминки небольшое показательное выступление от тренера. Самая первая ошибка. Люди укладывают штангу на шею, то есть выше остеи лопатки. Это неправильно. Штанга должна лежать ниже остеи лопатки, на задней дельке и полностью на мышцах, верхнего плеселого пояса, чтобы не было давления прямого на позвоночник. Примерно вот так. Штанга лежит сзади. Пресс держим в напряжении. Колени вводим в стороны. Спина прямая. Также мощность. Колени обязательно разводим. Спустя несколько минут то же самое, но под чутким руководством наставника пробуют повторить желающие. Этот день физкультурника прошел хоть и не массово, но очень эффективно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!